Эта площадка похожа на ту новую арену, которая будет в Омске? Привет! Авангард первым из клубов КХЛ провел открытую тренировку в прежнем режиме, словно вернулся старый мир. Спасибо клубу хотя бы за это, если уж Хартли не увольняете. Илья Ковальчук и едет в Балашиху. Александр Крылов напрямую это не подтвердил, но дал понять, что так оно и есть. Илья Ковальчук едет в Авангард? Все узнаете вовремя. Вы с ним подписали соглашение, ведутся ли переговоры? Нет. И на переговоры? Нет. Лично я нет. Потому что не ваш уровень, ну понятно. Давайте по существу. Хорошо. Ковальчук может пополнить состав Авангарда? Он один из кандидатов. Сильно еще поменяется команда до дедлайна? Нет, один нападающий будет. Ковальчук? Если будет. Костином? С Костином что решили? Костин в команде пока. Все ли вас устраивает в игре команды на сегодняшний день? Самое главное меня устраивает настроение, с которым команда входит в важную часть чемпионата. И сегодняшний тимбилдинг тому подтверждение. Ребята в хорошем настроении, поэтому уверен, что все у нас получится. А по игре, если говорите, много у вас вопросов? Игра регулярно, чемпионат. Каждая игра имеет свои особенности. Работаем над ошибками. Все в рабочем порядке. Думаете ли вы поменять тренера до конца футбол? Прямо еще вопрос. Как вообще тренировка на открытом воздухе? Да великолепно. Я вот с ребятами говорил, немногие вообще как бы на улице давно тренировались. Поэтому с большим удовольствием провели этот тимбилдинг. Большое спасибо Балашихе, Мэру. В общем, нам создал все здесь условия. Мы отблагодарились. Мне пришло много зрителей. Посмотрели, повеселились. В общем, у всех хорошее настроение. С таким же настроением мы, я надеюсь, будем играть во второй части чемпионата. Вы же сами сказали, у нас ушел Шумаков. Значит, освободилось место в топ-9. Будем смотреть подходящие кандидатуры. Ну, Илья в первую очередь не Брент, а очень сильный игрок, очень сильный капитан, очень сильная личность. В общем, он очень ответственно подходит и к тренировочному процессу. И у него боевой дух всегда присутствует. Поэтому это в первую очередь сильная личность в команде. Илья Проскуряков покинул Рижское Динамо. А мы предупреждали летом Петерса Скудру, что он совершает большую ошибку, подписывая голкипера. Даже российские арбитры прониклись брендом «Красная машина». Они отменили чистейшую шайбу гостей в ворота нашей команды. И сборная России выиграла Евротур. Кубок мира, например, забыт. И что мы увидели в Москве? Например, наши тренеры все время выпускали вратаряска Александра Самонова, отказав в тестах другим голкиперам. И никто не объяснит, в чем тут смысл. Если мы хотели проверить кандидатов для чемпионата мира, то наоборот, важно было посмотреть всех в любых ситуациях, даже непростых. Но сборная России очень хотела выиграть. Именно потому и собрала всех лучших, которые в проверке-то не нуждаются. Именно потому игровое время съедали проверенные кадры. Но все же какие-то выводы сделать стоит. Например, не ждите от команды веселой игры. У Валерия Брагина все очень грустно на льду, никакого зрелища. Надо работать и еще раз работать. Так, как было на последних молодежных чемпионатах мира. Понравился Дмитрий Воронков, но он еще в Акбарсе раскрылся. Один из самых незаметных героев чемпионата, действующий крайне полезно. Отметим Егора Яковлева, а Вадим Шипачев должен ехать на турнир, даже если туда прибудут игроки из НХЛ. Наша команда победила сборные Швеции, Чехии и Финляндии. Но будем честными, эти сборные никогда на серьезных турнирах в таком составе не выступят. Опять же, до чемпионата мира еще столько времени, что всякое может произойти. Мы даже календарь НХЛ не знаем. Жаль, конечно, что были неполные трибуны, а попытка сделать пузырь никому понравиться не может. Но в понедельник уже возобновляется чемпионат КХЛ, так что об Евротуре мы уже забыли. Спартак выменил у Рижского Динамо нападающего Павла Чернова. И чем будет заниматься латвийский клуб до конца февраля, не совсем понятно. И последнее. Молодежная сборная России проведет только один выставочный матч перед чемпионатом мира. Мы встретимся со сборной Канадой, а игра со Словакии отменена. Но с Канадой будет весело, это единственная радость в Эдмонтоне. Все остальное похоже на тюрьму. До свидания. Продолжение следует...